всем хорошего дня с вами осмотрщик лёха и сегодня расскажу как происходил весь процесс изготовления моего бюджетного или лучше сказать антикризисного фундамента для удобства просмотра я разместил таймкоды погнали первым делом я разместил геотекстиль с нахлёстом в один метр за пределы планируемого фундамента то есть фундамент у меня четыре с половиной на шесть а текстиль я постерил шесть с половиной на восемь то есть по метру с каждой стороны завез пять кубов песка и раскидал его по всей площади геотекстиля и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Подушку я сделал максимально ровную А помог мне в этом лазерный уровень Hibaro 4D Anitropic Это крутой лазерный уровень С дистанционным управлением Его комплектация весьма внушительна А в удобном ударопрочном кейсе Есть все необходимые аксессуары По функционалу не мог не заметить Что у них есть гарантия год С самого начала упаковки Все лазеры полностью откалиброваны И все это на русском языке В комплекте также идут два аккумуляторных батареи По 5000 мАч Это реальные показания, а не просто надпись Прямо на этих батареях есть уровень заряда Что меня просто удивило и очень обрадовало Между башнями излучателя Установлены уплотнительные резинки Это защита от попадания пыли и влаги Что непременно повышает степень защиты А как следствие повышает Срок службы такого лазерного уровня Данный лазерный уровень Идет с дистанционным пультом Для управления уровнем на расстоянии Дальность такого лазера очень мощная Целых 20 метров Я работал таким лазером вечером И им очень доволен Ссылочка на крутой лазерный уровень В полной комплектации Будет в описании Второй этап Собрал несъемную опалубку Из плоского шифера Шифер мне предоставил завод Лото Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Из старых досок Которые перекладывают с мест на место Вот уже несколько лет По всему участку Я напилил две пары колев Первая пара колев придерживает Опорную доску Которая уперта в шифер А вторая пара колев Страхует первой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Третий этап Это бюджетное армирование Арматуру взял 12 мм Собрал арматурный пояс По всему кругу фундамента И немножко накидал прутков Посередине прочности Бонусом Можно было докинуть еще дорожную сетку Сверху Естественно, такого армирования Для дома маловато Но для каркасного строения Более чем достаточно Но это не точно Расчета, конечно же, не делал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Четвертый этап был утепление То есть для избежания получения грунта А следовательно и всех отсюда Вытекающих последствий Я утеплил дно заливаемой плиты ЭППС 50 мм Все рекомендуют минимум сотку Но откуда у крестьян такие деньги Поэтому удовольствуемся пятидесяткой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пятый этап Необходимо было заложить закладные Желательно все сразу Я сделал бюджетно Поэтому заложил только под кабель А вот теплые полы Воду, газ, канализацию Заводить пока слишком Ну дешево что ли Немножко подожду Потом Шестой этап Это бетонирование Но перед началом была парочка открытий Первое открытие было Это подражала логистика Было две пятьсот Стало четыре А второе открытие Подражал цемент А если подражал цемент Значит подражал бетон Но вопрос почему подражал бетон Потому что подражал логистику Три-четыре компании По-моему звонил Никто так толком не объяснил С чем связано подражание Ну типа вот у нас так Вот и как хочешь Кто помнит Семь месяц назад Заливал я подвал И пять кубов С доставкой мне встало в двадцать пятьсот А сейчас эти же пять кубов Я вот уже купил Вот они уже приехали Стоит тридцать три тысячи Ну как видите Разница больше чем шестьдесят процентов Это буквально за семь месяцев Стабильностью не пахнет Поэтому чтобы не заливать шесть кубов Я естественно решил залить пять Таким образом Я на свой фундамент Еще пока не залитый Накидал старые блоки Блоки не из газоблока Не из шлака блока А из старого фундамента Который был кто помнит И залит из военного бетона То есть это блоки очень прочные Правда они без арматуры И это хорошо Иначе бы их не разбил Накидал их примерно куб Толщиной десять сантиметров А именно десять Потому что сверху будет еще десять бетона То есть я все подрасчитал Накидал Наковырял в загарнике Еще немножко прутков арматуры Накидал их И стал ждать бетон Ну и перед тем как принимать бетон Необходимо достать свой вибратор Обернуть стрейч пленку его Чтобы не испачкать Потому что очень плохо бетон отмывается Соорудил лоток Из старой влагостойкой фанеры Он нам пригодится И стал ждать бетон Наступил день бетона Когда приехал миксер Я сразу пошел к водителю Объяснил что нужно сделать Как нужно сделать Дал ему 500 рублей Для инициативы проявления Он сразу же обрадовался И уже в процессе движения лотков Бегания Как легче, как лучше В принципе нас координировал То есть грубо говоря На одного помощника у меня стало больше Для более подвижного бетона Я просил вылить в миксер 5 литров пластификатора Но обычно наливают воды Но пластификатор все таки получше будет И бетон пошел Выливали ему эту гущу бетона в центр А уже ближе к краям Аккуратно двигали лопатой На глаз пристрелились Что куда покидать Принимали ему в 4 этапа То есть он выливал бетон по 4 угла И когда уже уехал миксер Я взял вибратор И без фанатизма Три полных круга Все полностью провибрировал После уплотнения бетона Так у бетона и щебня плотность выше Чем у воды То вода естественно поднялась Вся вверх А бетон остался внизу Как это ни странно Но бетона хватило Прям идеально как раз Ни больше Ни меньше Просто вот повезло Как никак Позже Через 2 часа После заливки Я уже приступил К седьмому этапу А именно К железнению бетона Для этого Мне нужен цемент Марки М500 Марля Или сито для муки Ну знаете Такую У Кристиан Раньше были такие ситы Чтобы муку сеять Ну и гладилка Посыпаю цемент На бетон И растираю его И так каждый час Четыре раза подряд Но четвертый раз Там уже его нужно втирать Потому что он более-менее Расхватился И плотность набирает сил Расхватился 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 Субтитры создавал DimaTorzok На следующий день я полил его водой и полностью накрыл пленкой. Теперь остается его периодически поливать водой и через 2 недели можно приступать к сборке каркаса. Ну и восьмой пункт это цена моего бюджетного антикризисного фундамента плиты и так далее и тому подобное. Не стал делать отдельный ролик с ценообразованием, поэтому 10 минут говорить о чем-то таком несуммарном нет смысла. Быстренько, за минуту, сейчас все расскажу и уже делайте выйду сами. Итак, коротко по ценам погнали. Ну и ряд элементов, которые были в кадре, но мы их обычно не считаем, потому что мелочевка. Это подставки для арматуры, мешок цемента, пластификатор, катанка, ну или визуальная проволока, пленка, закладные ПМД трубы, листы шифера, ну в общем саморезы, ну в принципе наверное и все. Циркулярный диск он еще живой, поэтому то что он не вышел из строя считать не будем. И в общей сложности это еще где-то 7-8 тысяч рублей, смотря где в какую пору покупать. Итог, цена моего фундамента составила 71 тысячу рублей. Эта плита толщиной 20 сантиметров. Если бы сделал 15 сантиметров, тогда вышел бы где-то 1050. Можно было рассмотреть в принципе и другие фундаменты, но из-за того, что у меня есть вход в подвал, большинство других типов были просто исключены. Поэтому остановился на плите. В целом своим творением я очень доволен. Теперь ждем 2 недели и начинаем возводить каркас. Ну а пока давайте. Не болейте, не скучайте. С вами был Леха. Увидимся через неделю. Продолжение следует...